Стан дорог, нюансы прационного законодательства, судовые спрички. Сегодня первый наместник, керавника администрации президента Беларуси Максим Рыжанко, провел особистый прием граждан в Мазыры. За допомогой в решении своих вопросов и проблем звернулося около 20 человек. Под обязанности у Марины Джалой. Валентина Галушенко сторожила в улице Працовной, она живет в самом старом микрорайоне Мазыра. Свой дом начала строить в 1993 году. А позже годы женщину трубуя проблема, как добиться асфальтования своей в улице. Час от часу тут ровет подсыпку с ошибками, а лета кивара и Анжихар Купрацовна не задовольняя. Со своей скаргой она неодноразово зверталась у Розной службы. Зараз вырошила трапить на прием до первого наместника, керавника администрации президента Беларуси Максима Рыжанкова. В течение 10 лет мы с этим боремся. Писали жалобы в инстанции местные и областные. Вот в результате этих жалоб мы в 2016 году нам подсыпали щебень. Протяглась Працовной в улице два с половой километры. Кап привести ее у выгляд, якого чекает Валентина Головченко, потребны немалие гроши. Реши капитальный ремонт участка у ГТАІ в улице как раз запланованы на наступный год. На сегодняшний день дорога выполнена в печально-гравильном исполнении. Ежегодно не менее двух раз в год. Ну и по мере необходимости производится ее профилирование и подсыпка щебня проблемных участков. На сегодняшний день дорога, как вы видите, не имеет ни ухабов, ни выбоин. Ремонт ее производится. На 2019 год данная дорога включена в перечном мероприятии по благоустройству с устройством асфальтобетонного покрытия. Коли гэтэ питанье тычилося Жихару особной в улице, то подчас приема огучивались и такие, что мают значение для многих беларусов и потребуют вращения на державном узровне. Одно з их об обороне профсоюзными организациями правоуработников на социальной отпуске с захованием заработной платы. Справа в том, что наймальники могут быть позбавлены мягчимости оплачивать своим супрацовникам социальные отпуски, которые они берут по уважливых причинах властного или семейного характера. Например, для похования родных, уступления в шлюб, удела в спортивных споборницах и так далее. Еще положения трудового кодекса не менялись, но позиция Министерства труда и социальной защиты, которая начала направлять в последнее время комментарии в органы государственного управления, она поменяла сегодня подход к этому и трактуется о том, что наниматель не имеют права предоставлять эти отпуска оплачиваемые, а надо изыскивать какие-то другие формы материальной компенсации. Это вопрос, как и широк и других, Максим Рыжанков означал особенно. Яны по его мерковании саправды потребуют глубокого анализу. Понравилось мне обращение наших профсоюзов, которые пришли и, собственно говоря, внесли ряд таких серьезных инициатив по поддержке наших работающих в нефти, газовой и химии. Будем с этим разбираться. И, конечно, здорово, когда профсоюзы реально на деле занимаются защитой интересов членов своей организации. Но были и вопросы, которые, конечно, какие-то местные власти, и не только Моторе касается здесь вопрос, потому что приезжали здесь и из Калинковича, и из Гомельского района. Они касаются таких тем, которые местные власти могут, собственно говоря, на своем уровне, проявив больше, наверное, какого-то такого подхода человеческого к людям решить на местах не отмахиваться от людей. Прием продолжился пять годин. За этот час было выслухано около 20 зворотов от же Харом Мазирского, Калинковичского и Гомельского районов. Некоторые потребовали у всего только в устного отлумачения. Многие взяты на контроль. Подобные встречи – реальная мощность для граждан отримать отказы на хвалюющее питание и найти выезд из проблемных ситуаций. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель» из Мазира.